Мы уже неоднократно говорили о важности информационной гигиены в условиях войны. Ну как минимум, потому что человек в состоянии стресса куда сильнее подвержен разного рода манипуляциям. А это максимально опасная штука, особенно с тем учетом, что на ИПСО враг ежемесячно тратит миллиарды рублей. То есть куда ни включи, какую соцсеть не открой, везде толпы ботов, авоська, зрады и упоротые нарезки из российских шоу. Если говорить о ситуации на фронте, то, конечно, она сегодня чрезвычайно удручающая для Украины. Конечно, никакие в этом случае победные демарши и никакие, самое главное, миллиарды сами по себе не способны. Часов яр, наверное, все. Волчанские бои уже в квартале многоэтажек идут. Украина в любом случае в безысходности, потому что ее исход уже всем очевиден, даже на Западе. И в какой-то момент даже оптимистам начинает казаться, что света в конце тоннеля нет. Собственно, именно ради такого эффекта и стараются пропагандисты. Вот почему мы настоятельно рекомендуем с подозрением относиться ко всем новостям, которые сразу вызывают у вас негативные эмоции. И в свежем рейтинге российских фейков недели мы на конкретных примерах покажем, каким образом враг пытается качать Украину изнутри. И начнем мы по традиции с пятого места рейтинга, где на этой неделе оказалось не кто попал, а легендарная Олюшка Скобеева. Ольга, сливной бачок. Я вообще не согласна с этим. Ну, чуваки, это правда-неправда? Правда-неправда. Это от волнения, я так говорю. Давай уже лицо лопатой не томи, рассказывай сенсации с фронта. Ну и новость, которая уже стала катастрофой на Украине. Российские подразделения полностью освободили село Работино. Это Сапорожская область. Населенный пункт был едва ли не единственным, который удалось захватить в СССР в ходе своего провального летнего контрнаступа. Чё кому не ясно, якобы единственный взятый в ходе контрнаступления населенный пункт Россиюшка в родную гавань вернула. Тут же начинаются пляски, хороводы, грозное сотрясание кулачком. А это три месяца кровопролитных боев, десятки тысяч погибших и тысячи единиц техники, стащенной Киевом со всего света. Никогда еще так бездарно не уничтожали такое количество ресурсов, а главное, такое количество людей, но украинцы смогли. Вот только если разобраться, то инсайт от Скобеевой очень напоминает советский еще дедовский анекдот. Армянское радио спросили, правда ли, что Кацман выиграл в карты миллион рублей. Правда, ответила армянское радио. Только не Кацман, а Рабинович не в карты, а в нарды не миллион, а три рубля и не выиграл, а проиграл. Не, ну таких перемог можно множество напридумывать. И вот сенсация от Скобеевой все ровно тоже. Пропагандистка соврала в каждом предложении. И начнем с якобы единственного взятого в ходе контрнаступления населенного пункта. Село Работино. Это Сапорожская область. Населенный пункт был едва ли не единственным, который удалось захватить в ВСУ в ходе своего провального летнего контрнаступа. На самом деле таких было более десяти. Нескучная, Макаровка, Староживое, Ровнополь, Благодатная, Старомайорская, ну и далее по списку. Причем потерю этих населенных пунктов, да и всего, Времьевского выступа признавали даже сами оккупанты. Старомайорская полностью под контролем противника. Попытки его отбить были только в эфире, не в реальности. Враг зашел в населенный пункт Макаровка, что является более серьезной потерей, нежели нескучная. Сегодня был оставлен поселок Урожайное на южно-донецком направлении. Поэтому байки, а взяли только Работина, причем не только из Ускобей. Работин – это единственный населенный пункт, который удалось захватить в ВСУ за почти полгода своего контрнаступления. Это не что иное, как жалкий и примитивный фейк. В Кремле, видать, забыли разослать всем темника якобы победе в Работино, поэтому не успели в Останкино похвастаться победой, как Скобееву и компанию принялись разоблачать свои. Почитайте, что пишет по этому поводу целый ряд российских военкоров. Информация о взятии Работина не соответствует действительности. СМЕС сообщает, что Работина взяли так же успешно и безапелляционно, как раньше взяли крынки. То есть ситуацию сравнивают с крынками, о взятии которых Шойгу доложил Путину несколько месяцев назад. Населенный пункт на левом берегу. Это практически, но не практически, а полностью под нашим контролем. Крынки зачищены. На сегодняшний день там не только наблюдательные пункты, там стоят войска. Очень достойно себя проявили десантники и 820-е гряд морской пехоты. Но бои там идут до сих пор. Подтверждений тому масса. На Херсонском направлении после долгого перерыва наши опять активизировали штурмы населенного пункта Крынки. Противник пока продолжает удерживать плацдарм. Получается, даже на уровне генштаба не стеснялись и не стесняются добывать победы ртом и разгонять фейки. Поэтому, что бы они там ни заявляли, что бы на карте ни закрашивали, проверяйте информацию, прежде чем впадать в истерику. Ведь именно ради паники в стане врага все эти спектакли Кремль устраивает. Ну а мы движемся дальше. И на четвертом месте в рейтинге российских фейков недели очередной шедевр от канала Russia Today и лично Марго Симоньян. Дитя солнечного Адлера, напомним, уже много месяцев пытается сорвать мобилизацию в Украине. И на этот раз ребятки подошли к вопросу, что называется, дорого-богато. Сами поглядите, какие кошмары у нас якобы происходят. Завантажуй, цих! То есть, раньше только беременных в окоп гнали. Куда не видел? Беременная. Ты что тут забыла? Беременная. А теперь уже сынки из ТЦК свои же семьи в часы в яр отправляют. Пацан вон никого не пожалел. Ни батю, ни мать, ни сестренку. Все будет добро. Тронко! Но знаете, что лично мы посоветуем Марго Симоньян в следующий раз? Ну, для начала, снимая якобы украинские реалии, не стоит брать таких палевных московских актеров. Например, по характерным татуировкам несложно было отыскать в актерских каталогах лютого бандеровца из ТЦК. Пацана зовут Денис Кишкович. И прославился он вовсе не своей русофобией, а участием в проекте «Дом-2». Лошара, в общем, мог бы Собчак или Бородину себе мобилизовать, глядишь, и не пришлось бы сейчас промышлять на копеечных съемках. И, кстати, это и несчастного батю касается. А в реальной жизни актера московского театра «Зеркало» Александра Григораша, вот этот карасик, всем привет передает. Естественно, максимум, что светит такому персонажу, это не вражеская пуля, а проблемы с поджелудочной от обжорства на фуршетах. Ночь проверяется на счет раз-два. Ну, а нам самое время, так сказать, перейти к призерам. Мы на третьем месте в рейтинге российских фейков недели очередная попытка прокачать темник «Украина – страна-террорист». Каждый из нас уже точно знает, что Украина – страна-террорист, а все те, кто ее поддерживает, они спонсоры страны-террористов. Тем более, что после ранения премьер-министра Словакии за поребриком – это топ-тема. Мотив убить Фиццо имели только Мел Бандеровцы. Выстав в Словакии – чисто украинское покушение. Ну, конечно, это выгодно Украине, выгодно Евросоюзу. Но Украина, пожалуй, самый большой выгодополучатель. Ну, а поскольку даже с фантазией пропагандистов отыскать украинский след в деле Фиццо, оказалось непросто, в Кремле решили перейти к плану «Б». И толпы ботов понесли новую сенсацию. Оказывается, украинские каратели окончательно в терроризм скатились вон в Донецке. У военного госпиталя машину подорвали. Погибла медсестра, мать трех детей. Террорист заминировал машину возле военного госпиталя и подорвал ее. Тем самым убил медсестру. Потерпевшая, к сожалению, погибла на месте. Она была матерью троих детей. Террорист выжил и скрылся с места преступления. Ну, а мы решили отыскать оригинал видео. Тем более, что с характерной внешностью дамочки, попавшей в кадр, это было сделать несложно. Господи! Господи, за что? За что? Даже при плохом качестве видео отчетливо узнается некая Майя Пирогова, одна из самых черноротых пропагандисток так называемой ДНР. Ребята, если вы оставите бандырию, рогулью, вот этой всей... Хоть, вот, вот, вот столько. Хоть два квадратных метра. Все. Оттуда вылезет тварь и начнет сгадить. На протяжении многих лет Пирогова хотела большой войны. Просила Путина ввести войска, захватывать города Украины. Мы пошли на свои земли. Пока не появится у всего русского народа осознание, что мы не на Украину какую-то вторглись, бедных, несчастных украинцев там убиваем. Это наша земля. Мы строили. Одессу не строили украинцы. Екатерина Слава. Непропетровск, Киев и так далее, и так далее. И Львов вообще был русским княжеством. Да, да, да. Но больше всего дама из Донецка прославилась танцами на костях погибших мариупольцев. Якобы от разрушений и гибели людей город только очистился. Чем хуже ситуация, тем лучше украшают покойников. Мариуполь теперь, Мариуполь очистился. Вот этими всеми красивостями, мишурой, парками там, мелочами и все такое, его осквернили. Осквернили. А теперь, говорит, вот да, через страшное, через ужасное, но он очистился. Это было слишком даже для настолько людоедской публики, а поэтому лично мы не удивились, когда бумеранг неожиданно вернулся и больно ударил пропагандистку по голове. Дело в том, что в ходе боевых действий погибла ее дочь Мария Пирогова. Собственно, момент прилета зацепивший Пирогову-младшую и попал на видео. В результате вражеского обстрела центра Донецка погибла депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова. Естественно, погибшая не была медсестрой, тем более матерью трех детей. Она, как и ее маман, была видной коллаборанткой, заседала в местной думе в качестве депутата, что тоже легко доказать. Но, как видите, кремлевская пропаганда не гнушается танцевать на костях своих же. Че там, погибла в 22-м году, а в 24-м она в информационных помойках матерью трех детей и медсестрой стала. Ну а мы переходим ко второму месту рейтинга, которое на этой неделе мы отдали, так сказать, за наглость. Хуторянин Гаспарян. Хуторянин – это все-таки диагноз. Хутор может только изничтожать и превращать все в руины. То, что на хуторе происходит, это нелицензионная копия Третьего рейха. Был одним из самых медийных из тусовки, обмазавшихся этим фейком. Такое там теперь православие. Настоятель храма безблагодатной ПЦУ в селе Циркуны Харьковской области проиграл в онлайн-казино пожертвования на реставрацию храма. В дискредитации украинской православной церкви пропагандисты занимаются уже очень давно. Че стоят только недавние фейки про якобы батюшек-педофилов, развращавших малолетних после угроз сдать родителей ТЦК. Каков поп-такой приход? По сообщениям известий во Львове, поймали священника-педофила Раскольнической ПЦУ. Среди содеянного страшное. Расклевал собственную дочь. Собирал детскую порнографию у двух девочек 8 и 11 лет, угрожая сдать их отцов ТЦК на бойню. А в ответ присылал маленьким девочкам свои фото. Мы еще тогда посмеивались и крутили пальцем у виска, но за поребриком, видать, решили, что опыт получился удачным. И вместо священников-педофилов в новой серии появились батюшки-громаны, которые спустили в казино все деньги на храм. Настоятель Свято-Миколаевского храму ПЦУ у селі Циркуні програв у казино пожертвования, призначені для реставрації церкви. Первый маркер фейка – ошибки в географических названиях. Ну не назвали бы местные журналисти Циркуны – Циркуні. Настоятель Свято-Миколаевского храму ПЦУ у селі Циркуні. А о местных журналистах мы говорим не просто так, ведь подается все с видеопруфом якобы от канала «Суспильный Харьков». Логотип несложно заметить в углу. Но если вы зайдете на сайт канала, то очень быстро обнаружите вот такую новость, которая объясняет все. В сети появилось фальшивое видео с логотипом «Суспильный Харьков». Харьков не создавала этого видео и не делала публикации на подобные темы. Графические элементы, использованные в этом ролике, лишь имитируют оформление, которое использует редакция. То есть что сделали пропагандисты? Они придумали сценарий, а чтобы выиллюстрировать, стырили фотки со страницы одного из храмов Харьковской области. Вот тут они в соцсетях, а это уже в российском сюжете. Забавно, что часть фотографии вообще была залита в 2021 году. То есть к мифическому похищению денег на храм они даже в теории не могут иметь отношения. Но разве кто-то в России станет такие вещи проверять? Ну, разумеется, нет. И тем более никто не станет разбираться, а не был ли озвучен в сюжетик с помощью технологий искусственного интеллекта? Мы вот потратили пять минут, и специальная программка показала именно то, что и ожидалось. То есть новости придумываются просто из ничего. Расчет пропагандистов простой. Набрасывать побольше, а украинцы пусть отмываются. Другими словами, какую тему ни возьми, украинцы виноваты всегда и во всем. И порой такая тактика доходит до реального безумия. Украина, а точнее нежелание помогать ей в ущерб интересам собственной страны, называется в качестве одного из основных поводов для нападения на словацкого премьера Роберта Фитца. Да и терактов в Крокусе ведут к спецслужбам Украины. В недавних грузинских беспорядках нашли украинский след. То мысль об украинском следе стала буквально укрепляться в массовом мировом сознании. В целом, несложно было предугадать, какой фейк займет первое место в рейтинге прошлой недели. Ведь лютую гебельсовщину после обрушения подъезда в Белгороде можно было сравнить разве что с фейками после падения малазийского Боинда, когда и российские СМИ, и кремлевские чинуши ровно так же врали, разоблачая друг друга. Вооруженные силы Украины, террористические вооруженные силы террористического государства Украина ударили по жилому дому в Белгороде. В столице региона попадание снаряда в многоквартирный жилой дом обрушило весь подъезд, с десятого по первый этаж. Но обо всем по порядку. Итак, в Белгороде после прилета случается обрушение одного из подъездов. История для этой войны, к сожалению, привычная. Разница лишь в том, что на этот раз пострадали граждане РФ, а не Украины. В Днепре вторые сутки продолжается операция по спасению людей, оказавшихся под завалами разрушенной многоэтажки. Российская ракета Ха-22 14 января попала в жилой дом. Даже если в этот дом попала наша ракета, вот лично для меня это не меняет вообще ничего. Приятно? Не буду скрывать, приятно. Но гораздо приятнее было бы увидеть разнесенный в хлам какой-нибудь Днепровский мост. Объясняется это довольно просто. Во-первых, Украина не бьет по жилым домам. Во-вторых, у ВСУ нет ракет с большой боевой частью, способной обрушить подъезд. Шэдоу-штормами, напомним, по территории России союзники бить запрещают. США заявили, что не поощряют удары Украины по территории России. Мы четко дали понять, что мы не поощряем удары за пределами Украины и не поддерживаем нанесение этих ударов с помощью оружия, поставленного США. Снаряд, разрушивший дом в Белгороде, предварительно был выпущен из РСЗО «Альхам». Хахты ударили по многоэтажке в Белгороде из РСЗО «Альхам». Потом французские авиабомбы. ВСУ предварительно ударили по многоэтажке в Белгороде французской управляемой авиабомбой «Хаммер». И, наконец, вишенка на тортике – ракетный комплекс «Точка-У». Причем, обратите внимание, стреляли ВСУ якобы из Волчанска, где на тот момент уже шли уличные бои. На данный момент нет никаких сомнений. Результат работы вражеской ракеты «Точка-У», выпущенной со стороны Волчанска. Вы можете себе представить, что ракетный комплекс притянули на передовую. Но самое интересное начиналось вот здесь. Пропагандисты и чиновники, желая выслужиться, поспешили доложить о прямом ударе «Точкой-У» по дому. Этот удар был целенаправленный, понятный. «Точка-У» – это баллистические комплексы, которые вот до того были разработаны в Советском Союзе, вот до того, чтобы взрывать бункеры. Поэтому вот то, что сложился вот так, десятиэтажный подъезд, это как раз характерно, наверное, для такого вида вооружений. Поэтому их применяет исключительно Украина. Они не остановятся в этом отношении. «Точка-У» – мы уж думали, они вообще перебили, мы их эти уничтожили. А откуда-то выкопали, зараза? Это серьезная ракета. Вот. И сказать, что она там случайно куда-то прилетела, ну уж точно нет. Это вот не из того это вообще. Это специальный удар. Тебе подонки это делают. Прямое попадание. Все запомнили. А теперь открываем сводки Минобороны РФ и улыбаемся. В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены 6 ракет «Точка-У», 4 реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и 2 реактивных снаряда РСЗО «Альха». Фрагментами одной из сбитых ракет «ТРК-Точка-У» поражен жилой дом в городе Белгород. Погодите, в смысле сбита ракета? Получается, Захарову, Скобееву, губернатора Гладкова и далее по списку можно по закону о фейках и дискредитации армии судить? Или кому-то можно Минобороны перечить, а кому-то нельзя? На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с 10 по 1 этаж. Так бывает, когда в спешке забыли договориться, чтобы врать одинаково. Ведь вполне очевидно, что никакой точки У в Белгороде вообще не было. Можно разобрать видео взрыва по стоп-кадрам, и вы не увидите там ни прямого попадания ракеты, ни падения осколков. Это террористический акт, целенаправленный, который я просто очень хочу, чтобы мы это себе зафиксировали. То есть что-то взорвалось на первом этаже? Что конкретно? Нам, признаться, неинтересно гадать. Ну а россияне настолько обнаглели, что не имея под рукой осколков точки У, подбросили на место прилета обломки ракеты С-300. Обломки, предположительно, украинской точки У, который находится в радиусе 200 метров от места ЧП в Белгороде. Обломки точки У возле места обвала подъезда в Белгороде. Только есть одно «но». Это фрагменты зенитной, управляемой ракетой зенитного ракетного комплекса С-300, С-400. Ну и что тут скажешь? Удивительная способность огромной страны подставляться даже в мелочах. Нет, для глубинного народа, конечно, и настолько дешевые спектакли прокатят. Но для всей остальной планеты это маркер того, что русский мир построен на лжи. Редактор субтитров А.Семкин